Челябинская областная клиническая больница на субфибрильную температуру, сдутие живота, снижение аппетита и снижение массы тела на 8 кг за 2 недели. Из анамнеза известно, что с данными жалобами пациент лечился в Центральной районной больнице в течение последних двух недель. Из лабораторных показателей обращает на себя внимание лейкоцитоз 11 г на литр, пациенту в нашей клинике выполнено УЗИ органов брюшной полости, по данным которого в правой пахово-подвздошной области обращает на себя внимание петля кишки на участке протяженностью до 42 мм, расширенная до 15 мм, с неравномерно утолщенными гипоэхогенными стенками, жидкостным содержимым, без четких признаков перистальтики. Далее, пациенту выполнено МСКТ органов брюшной полости, по данным которого в проекции слепой кишки визуализируется линейная металлическая структура, которая распознана как инородное тело, протяженность его составила 5 см. Пациенту выставлены показания для выполнения колоноскопии с целью визуализации данного инородного тела и определения тактики по ведению данного пациента. Пациенту выполнена колоноскопия после подготовки лаважирующим препаратом на основе полиэтиленгликоля, выполнена подготовка в два этапа, далее пациенту выполнена видеоколоноскопия в условиях анестезиологического пособия и при интенсивной инсуфляции углекислого газа, просвет кишки. После интубации купола слепой кишки у пациента визуализировано инородное тело, которое распознано как швейная игла. Далее, учитывая наличие у пациента доли хосигмы и учитывая то, что использовать силиконовый колпачок, который используем мы для резекции и диссекции, использовать в данном случае нельзя. Он сократит обзор и не позволит полностью данное инородное тело завести в колпачок. А такой инструмент, как раструб воронкообразный, использовать у пациента с долей хосигмы значительно затруднит интубацию купола слепой кишки. Таким образом, у пациента инородное тело захвачено полипектомической петлей, спроецировано параллельно стенки кишки. И таким образом, при интенсивной инсуфляции в просвет кишки углекислого газа, медленно под постоянным визуальным контролем данное инородное тело удалено. При повторном эндоскопическом осмотре данных за механическое повреждение слизистой кишки не выявлено. После пробуждения пациент отметил отсутствие болевого синдрома, выписан на пятые сутки. Объяснить, как данный инородный предмет попал в организм, пациент не смог. На данном видеоролике представлены все этапы эндоскопического удаления инородного тела. Вот, выполнена интубация купола слепой кишки, визуализировано инородное тело. Далее, подведена к инородному телу петля, инородное тело захвачено за острый конец, спроецировано параллельно стенке толстой кишки и поэтапно при интенсивной инсуфляции углекислого газа в просвет кишки инородное тело удалено. Выводы, которые хотелось бы сделать. Особенность данного казуистического клинического случая заключается в том, что тонкий острый металлический предмет значительного размера беспрепятственно преодолел все отделы желудочно-кишечного тракта за исключением толстой кишки и манифестировал, то есть клинически проявил себя только в куполе слепой кишки. И современные эндоскопические технологии и неэндоскопические технологии позволяют, а именно видеоколоноскопия, анестезиологическое пособие использования углекислого газа удалить инородное тело без осложнений. Спасибо. Прекрасное сообщение. Спасибо. Спасибо. Да.